Сегодня очень, ну как и для меня, и для наших казаков, и для нашего храма это очень большой праздник, потому что наш храм называется в честь святого, благоверного Александра Невского. Это казачья лавра, так сказать, казачий храм. Александр Невский в свои, ну как в юные годы с отцом всегда ездил на битвы, отец его брал, и он с 14 лет уже участвовал в боях. В 20 лет, вы знаете, он разгромил шведов на Неве и был назван Александром Невским. Сегодня праздник в памяти Александра Невского, он был русским князем. Правил он с 19 лет, он был очень умный, он защищал нашу родину, сражался с крестьянностями, но он должен был заключить мир с золотой ордой. После праздничной литургии в память о святом благоверном, князе Александре Невском, в войне-молитвеннике, подвижнике и строителе земли русской состоялся крестный ход с иконами. Прихожане обошли храм, а защитники рубежей России и покровители воинов известно далеко за пределами нашей страны. Свидетельство тому – многочисленные храмы, носящие имя святого Александра Невского. Сегодня для российского государства, для православных, великий праздник. Это день перемещения, это день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург. Народ чтит до сих пор его светлый образ, чтит его подвиги. Благодарность ему построены и восстановлены храмы в Краснодаре, который был разрушен после Гражданской войны, построены в других городах Российской Федерации, построен также храм Александра Невского. И здесь, в Лобинске, благодарность того, что восстановлено казачество. Он всегда был покровителем казачества, является покровителем казачества. И мы ему молимся, как нашему национальному великому герою, святому, который безмерно любил русскую землю и русский народ. Мы его потомки должны сохранять все то, что он тогда смог отстоять для нас. Поэтому всех хотелось поздравить с этим большим духовным праздником сегодня. Всем пожелать мира, добра, счастья. После божественной литургии Александр Садчиков пообщался с подрастающим поколением. Следует отметить, что в этот день в храме было много детей из казачьих классов. Глава рассказал им о великих подвигах Александра Невского. Князь, который спас Россию в самое тяжелое время, когда монголы разорили Русь, пришли немцы, литовцы, которые хотели уничтожить Россию. И князь Александр поднял всех русских людей и разбил. Была Невская битва и была битва на Чудском озере. Вот там русские воины доказали, кто они есть. Они вышли победителями. Поэтому вы, потомки великих воинов, носите в себе это чувство. Так? Будем достойны. Глава района, его заместитель и атаман районного казачьего общества и глава городского поселения получили в этот день в подарок иконы из рук архимандрида Германа, который провел богослужение в Лобинском храме. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.